Продолжение следует... 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 Это важная проблема, и хотя это не наши единомышленники, солидарность и поддержка отношений этих людей тоже представляются значимыми. Отдельной большой группой, новой совсем после начала агрессии российских властей против Украины, стали жители Украины, в частности жители Крыма, которые подверглись репрессиям. Об этом Людмила Козловская расскажет подробно, но сейчас уже в нашем списке понятно, что и Надежда Савченко, которая сегодня выступала с последним словом, и группа семцов Афанасий Кольченко, которые необоснованно были обвинены в терроризме. Это и украинцы Картук и Клык, которые по совершенно безумному, вообще просто высосанному из пальца обвинению в участии в Чеченской войне, сейчас судятся судом присяжных Грозным. Это участник Евромайдана Александра Костенко из Крыма, который осужден был фактически за то, что якобы, находясь на территории Украины, Киеве, еще даже до аннексии Крыма, кинул камнем в сотрудника БЕРГУД, который тогда тоже был естественным гражданином Украины. Получил, тем не менее, три с половиной года, если мне память не изменяет. Это крымские татары, Ахмед Чайгос, Гигерменджи и Асанов, которые сейчас тоже в Симферополе слушают своих дел, которые обвиняются в организации массового беспорядка 26 февраля, то есть еще до военного вторжения, оккупации и последующей аннексии Крыма, украинские граждане вступили в некое противоборство с украинскими гражданами, защищая законы Украины, своей Родины. Тем не менее, сейчас они преследуются за организацией массовых беспорядков в России. Ну, подробнее об этом расскажет Людмила. Ну, естественно, для нас наиболее вар, наибольший интерес представляет, наиболее актуально собравшись в основной группе, это общественные артилисты, которые по разным причинам подвергаются преследованию. Тут тоже много разных, весьма отличающих друг от друга ситуаций. У всех на слуху все еще, я думаю, и надеюсь, что на слуху болотное дело. Большая часть людей, которые были привлечены к нему, уже вышла на свободу по отбытию, либо по лудо небольшая часть, но тем не менее, по-прежнему, пять человек, собственно, по болотному делу, и два человека у дольцов-разважаев, которые обвиняются в организации этих беспорядков, тоже совершенно абсурдное обвинение. Какие бы ни снимали позиции, эти люди сейчас там по вопросу Украины, преследования более законными не становятся, совершенно очевидно. Им тоже нужна солидарность и поддержка. Причем дело продолжается. Вот недавно есть приговор Ивана Непомничь, которого защищался Сергей Шаров-Диланэ, честный, и хвала за это в суде. И находится Дмитрий Буженков под стражей, которого фактически есть алиби, которого вместо другого человека задержали. Но эта машина работает так, что она не готова признавать свои ошибки, хотя, конечно, хочется надеяться, что, может быть, в этой ситуации удастся заставить ее эту ошибку признать, поскольку она уж слишком очевидна. Говорил уже Льв Александрович про безумную антиконституционную статью 212.1, по которой человек в 4 раза в течение полугода вышедший на акции, которые государство, сочет нарушающий порядок установленных проведения, может попасть в пыльму. И вот Эльдарданин стал первым человеком, который попал за решетку по этому обвинению. Олег Навальный, который фактически заложен для своего брата, по-прежнему находится за решеткой. Завтра в апелляционной инстанции, в Краснодарском суде будет рассматриваться приговор Даней Полюбову, Краснодарской активистке, которая стала одной из первых жертв, тоже совершенно неправовой статьи 280.1 Уголовного кодекса, который предполагает наказание за призывы к нарушению территориального дела с Российской Федерацией. Неправовой, потому что, если этот призыв не связан с насилием, не связан с тем, что нужно поднять восстание или завоевать часть Российской Федерации, а, например, призывают к референдуму, как это было с корейским депутатом Заваркиным, они все равно оказываются уголовно наказуемыми и могут глядеть реальным сроком. Часто с Дарьей Полюбовым никакому насилию не призывал. Рафис Кашапов получил три года реального срока именно за это самое, причем его посягательство на территориальном целостном было связано с Крымом, что уж особенно абсурдно. Растет количество репрессий, связанных с публикациями, исключительно с публикациями в интернете. Собственно, касается и Рафиса Кашапова, и Дарьи Полюдовой. Вот Вадим Тременцев из Томска, который не призывал к насилию, а негативно высказался и предложил собрать народный исход по поводу повышения тарифов на общественный транспорт в Томске, а также высказался неодобрительно о размещении беженцев из Луганской и Доминской области и Томской области, получил пять лет реального срока. Пять лет. Вот только за это. Виталий Шишкин, который разместил в интернете ролики, призывающие вытянули Нежной площади на народный исход, на который никто не вышел, который не видел никакого эффекта вообще, тем не менее, тоже получил четыре года реального срока. Это достаточно массовое явление. Борис Экология Игоря Житинева, вот Евгения Чирикова, я думаю, может в кулуарах рассказать подробнее об этой истории, который боролся с добычей никеля на хапре, сейчас находится под судом, ему бросили большой срок. Сергей Никифоров, активист эллингийского народа, который боролся с золотодобычей в своем родном селе, по явно сфабрикованному делу о взятке, осужден на четыре года. Ну и совсем дурацкая история тоже с людьми, которые для многих, наверное, не являются единомышленниками, но тем не менее, абсолютно незаконно преследуется так называемая армия воли народа бывшая. Юрий Мухин, Парфен, Соколов и Барабаш, которые сейчас уже больше полугода находятся в предварительном заключении по обвинению в организации деятельности экстремистской организации, весь экстремизм, который сводился к тому, что они требовали провести референдум, который налагал бы определенные обязательства на власть. Можно, наверное, сколько угодно говорить, что это дурацкая идея, но за идею назвать, наверное, экстремистами, за то, что они предлагали провести референдум, представляется чисто наобсурдным. Извините, я тоже уже затяну, все заканчиваю, да? Ну, очевидно, совершенно политические мотивы нарушения закона, связанные с преследованием Александра Белова, для движения «Русские». Ну, я не буду, наверное, долго расслекаться дальше, да? То есть, собственно говоря, тем не менее, перед нами стоит вопрос, что с этим можно сделать. Понятно, что мотивы государства тут весьма разнообразны. В каких-то ситуациях государство хочет устранить конкретного человека, превратить его общественную деятельность. В каких-то ситуациях, как, например, практически со всеми гражданами Украины, это инструмент силовой поддержки казенной пропаганды. То есть, нужно предъявить общество, как вот классический случай Надежды Савченко, да? Не для чего, кроме как для того, чтобы обосновать свой тезис об основанности поддержки сепаратистов Донецкой и Луганской области. Преследование Надежды Савченко не нужно. Для демонизации украинского государства, Майдана, это связано с тем, касается и других украинских дел. Но, кроме того, в конце концов, эта репрессивная машина начинает работать по собственной инерции уже, да? То есть, какие-то шпионские дела в провинции, какие-то антиэкстремистские дела в провинции. Понятно, что никакой Путин команду тут не давал, потому что этим людям обозначено, за что их будут хвалить. И они начинают для того, чтобы получить лишние звездочки, для того, чтобы отчитаться, организовывать на местах, искать своих экстремистов, своих шпионов, организовывать собственные репрессии. При этом, мы провели анализ политических репрессий, связанных с появлением политзаключенных, в 2014-2015 году, по 33 статьям Уголовного кодекса осуществлялось уголовное преследование. Совершенно разнообразно. Поэтому говорить, что дело только в самом уголовном законодательстве, которое содержит 212.1, что, конечно, отвратительно, 281 и прочие статьи политические. Когда нет судебной системы, когда нет общественного контроля над следствием, когда прокуратура является фикцией, любая статья, в конечном счете, может быть использована в качестве инструмента политических репрессий. Хотя проблемой является и наличие экстремистских статей, в том виде, в каком они существуют, в уголовном кодексе. И размытые абсолютно формулировки. И государственные изменения, и хулиганство к политическим мотивам, и многие другие, я уже не буду за неимением времени продолжать. И самое последнее, что хочу сказать, что мы можем в этой ситуации делать, особенно это касается тех, кто находится за рубежами нашей Родины, апеллировать к мировому общественному мнению, привлекая внимание ко всем случаям явных политических репрессий, о которых мы говорили, и список которых можно найти на нашем сайте и в других местах. Привлекать внимание к тем конкретным проблемам уголовного законодательства, тем не менее, к явно репрессивным противоправным статьям. Например, не работают статьи, касающиеся уголовного срока, реальку уголовного срока за нарушение исполнения обязанностей иностранного агента. Не работает пока статья за сотрудничество с нежелательной организацией, не было ни одного случая, но вроде уже предусмотрены, это явно эти правовые статьи, как и те, о которых я говорил. И об этих конкретных лакунах законодательств нужно говорить, требовать, чтобы международные организации, представители иностранных государств, общаясь с властями Российской Федерации, оказывали давление для того, чтобы изменить эти законодательные нормы, являющиеся инструментами политических репрессий. Ну и, опять же, не вдаваясь в дальнейшие детали, это можно уж в кулуарах обсудить, конечно, важной является непосредственная солидарность. Непосредственная солидарность с теми, кто находится за решеткой, иногда она бывает эффективна, вот Данилу Константинов, живой пример того, что усилие его отца и тех людей, которые откликались на его призы, которые приходили в суд, которые публично требовали освобождения, дали, в конце концов, пусть кривой, пусть не оправдание, но результаты Данина сейчас снабь, слава богу, здесь. И это и сбор средств, потому что сейчас есть фандрайзинг, собираются средства разными организациями, но реально большинство предотключенных их семей, особенно оставшиеся без кормильца, находятся в нужде. Конечно, идеальной нашей задачей является регулярные минимальные выплаты каждой семье, которая осталась без кормильца, либо которая вынуждена обеспечивать передачу в колонию или в СИЗО. Все это очень обременительно для семей, кому-то в большей степени, как по болотному делу, удается оказывать помощь с детским, солидарность больше, в обеспечении защиты удается большей частью, хотя тоже не всем найти ресурсы, но вот для регулярной поддержки на протяжении многих лет, к сожалению, такой поддержки большинству оказывать не удается. И это наша общая задача распространять информацию обеспечивать, в том числе и фанразию, в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое за обстоятельства. И вопросы давайте просто, чтобы все успели высказаться. И у нас сегодня с нами есть Людмила Козловская, которая может в продолжении темы «Полицы включенных» рассказать о так называемых украинских заложниках, о гражданах украины, которые попали под каток в России. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я считаю, что это крайне важно вообще, что мы сегодня можем вместе подумать и принять какие-то конкретные шаги, стратегию, что будем делать не только с украинскими заложниками Кремля, но и в том числе с теми заложниками Кремля, которые являются, по сути, на сегодняшний день самым масштабным количеством, вот то, что сейчас уже обозначил Сергей Давидис. Тема моего доклада «28 заложников для военно-политической пропаганды Кремля, стратегии сопротивления». Только, чтобы кратко ввести, наши организации, прежде всего, фокусируются на трех странах – Россия, Украина и Казахстан. И наша специфика в том, что мы занимаемся активными общественными компаниями, в том числе на международном уровне, в европейском парламенте, в европейских национальных парламентах, на международной арене, между таких институцией, как ПАСЭ, парламентская асамблея, ВСЕ, ООН и так далее. То есть наша задача – максимально сделать гласными политические кейсы. И необходимо сказать, что когда мы начали работать более тесно по заложникам Кремля, почему мы вообще их определили именно как заложниками Кремля в украинцах? Потому что каждый из этих кейсов характеризуется тем, что в его истории личная трагедия, те обвинения, которые были ему спубликованы и вменены, или были получены от них под жесточайшими пытками и нечеловеческими условиями содержания, они, прежде всего, были взяты для потребности военно-политической пропаганды Кремля, не только внутри государства, но и за ее пределы. И что мы имеем в эффекте? Во-первых, на сегодняшний день ситуация в России такова, что практически невозможно свободно действовать в адвокатной защите. Большинство адвокатов вынуждены давать подписку о неразглашении, иначе они могут быть лишены адвокатского удостоверения, или же вообще им грозит такая же кучесть, как их клиента. Очень немногие, на самом деле, рискуют своей жизнью, своей карьерой, членами своей семьи, в том числе, для того, чтобы защищать не только украинских заложников, но и российских самых заложников Кремля. И тут огромные, надо сказать, слова благодарности тем же самым Марку Пегину, и Голозову, и Елену Ликовой, которые принимают, я думаю, на сегодняшний день самый тяжелый удар в плане освещения таких дел и как крымские Катары, и, конечно же, Надежды Савченко. Я очень также благодарна Сергею Довидису, что он именно со стороны российской правозащитной организации, тем более только правозащитной организации как мемориал, озвучил основную, собственно говоря, задачу Кремля. То есть необходимо было оправдать содержание Савченко в тюрьме, в похищении ее, для того, чтобы вся история по нападению, де-факто, оккупированию восточной части Украины со стороны российских, спецслужб российской армии была адекватно воспринята в российском обществе и в том числе в Евросоюзе. Необходимо сказать также, что когда мы только начали работать по делу Савченко и делали свои первые шаги, огромную роль сыграла возможность иметь материалы непосредственно от адвокатов уже сразу на первых этапах этого дела. Потому что, например, мы также занимались делом крымских, так называемых, крымских террористов. То есть это дело Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, всем известного Олега Сексова и Алексея Черния. И когда мы разговаривали с дипломатами, политиками, большинство из них меня спрашивали, а вы готовы дать гарантию, что эти люди действительно не террористы. Вы готовы в своей карьере правозащитника подписаться под этим. И, к сожалению, на тот момент мы знали единственное только Олега Систопова, он был одним из координаторов в нашей миссии на Крыму, и под ним мы могли так подписаться. Что касается всех остальных, наша задача как фундации была получить информацию, не подписали ли они эти показания под давлением. Таким образом произошло так, что они признали себя виновными и дали показания на того же Олега Сенцова. И в конечном итоге, после организации шести международных миссий в Россию, в том числе под психиатрическую больницу, где содержался в Чернии, мы получили доказательства, что каждый из них подвергался жесточайшим пыткам, и только после этого они подписали признательные показания. Это крайне важно, потому что даже среди европейских правозащитников не все хотели и даже не было согласия среди вообще и украинских правозащитников, и российских в одно время, вообще как в среде правозащитной среде, должны ли мы защищать тех, кто уже подписал показания против себя. И на первых этапах, когда не было информации, не было понятно мотивации этих людей, это, к сожалению, было фактором, что говорили, например, только о двух случаях, то есть о случае Надежды Савченко и Олега Сенцова. Наша задача была как раз таки, и я считаю, что это одна из самых правильных стратегий, говорить о всех этих кейсах. Мы не верим в то, что люди, которые были похищены с украинской территории и содержатся в таких условиях, как они содержатся, могут сами подписать против себя какие-либо показания или против людей, которые даже в жизни никогда не видели. Поэтому идея была наша создать первый отчет, который называется «28 доложников Кремля». Он создан в том числе благодаря, между прочим, таким людям, как Зоя Светова, потому что очень часто, как я уже говорила изначально, у нас нет доступа к информации, что с этими людьми, в каком они состоянии здоровья. Очень многих, например, как Николай Корпюк, вообще никто не знал, живой ли он на сегодняшний день. А этот человек является одним из главных, так называемых, свидетелей в деле против, к примеру, Украины, в семье Юзинюка, так называемого «Чеченского дела», где он подписал все показания, а, де-факто, мы знаем о том, что он их подписал после того, как вообще ему… после очень жесточайших хитов. В такой степени, что он не мог даже держать ручки в руках, то есть его тело было покрыто плесенью, никто из семьи вообще не знал, потеряли даже надежду, что они смогут его увидеть. И здесь также надо отдать должное, что после того, как началась кампания масштабная по защиту именно этих людей, они тоже их фамилии начали звучать. Была возможность также найти и адвокатов, которые также, чувствуя поддержку со стороны международного сообщества, начали двигаться активно. Надо также сказать, что из этих 28 заложников Кремля у нас есть позитивные кейсы, которые, можно сказать, что показывают. Международная кампания действует, то есть возможно разбить российскую пропаганду, если же у нас есть, во-первых, аргументы, и мы в состоянии показать, что это дело сфабриковано, во-вторых, мы в состоянии показать, что действительно человек не находился под кутками, и в-третьих, если его величество, международные дипломаты, организации, соизволят прийти на судебные процессы и своими собственными платами убедиться в том, что действительно эти люди содержатся в нечеловеческих условиях и процесс над ними не обоснован. Так вот, трое людей, это Юрий Яценко, Богдан Ильичевский и Астон Коффер, между прочим, гражданин Евросоюза, Эстонии, были освобождены в процессе переговоров, да, то есть, по сути, Буя выступает просто как террорист обычный, он торгует своими заложниками, он выпускает одних, получает других, и, к сожалению, эту практику необходимо решать системно. Мы можем, конечно, бесконечно рассказывать все ужасы, пытки и называть фамилии, кто дальше будет, но остается фактом, что на следующий день просто-напросто появятся новые заложники, и надо понимать, что тут крайне важно получить системное решение, что мы с этим можем сделать. И, смотря из перспективы времени, мы видим, что санкции, особенно персональные, они наиболее вольно ударяют по тем, кто преследует этих людей. Сейчас уже есть огромное количество инициатив по примеру списка Магнитского, создавать список Немцова, Литвиненко, список Савченко, благодаря депутатам, как раз таки, тоже из Литвы, и Эстонии инициирован был и поддерживал этот список, который разработан тоже в нашей организации, в сотрудничестве с адвокатами Савченко. Но мне кажется, что было бы целесообразно все-таки объединить все эти списки, потому что на самом деле, на самом верху, главная причина, то есть, кого сейчас еще долгое время европейские политики не хотели включать непосредственно в список, то есть Владимира Путина, уже пришел тот момент, уже пришло то время, что он должен быть как раз таки, его члены семьи, одним из первых в списках. И только тогда, мне кажется, он на себе ощутит, во всяком случае, хотя бы ту изоляцию, имиджевую изоляцию, изоляцию его ресурсов, которые ему, кстати, очень сильно нужны, особенно сейчас, когда цена доллара очень сильно упала. И в данном случае, крайне эффективно так же было бы выстроить целое кольцо, которое бы разрушало военно-политическую пропаганду, а это кольцо заключается в том, что мы строим защиту непосредственно от того политического заключенного. Мы ищем адвокатов, мы защищаем этих адвокатов, которые работают в России, потому что они также внездаются в защите. Мы выстраиваем защиту линии и ищем журналистов, которые бы также поддерживали независимых. Понимая, что журналистика в России независимая также находится под угрозой, правозащитные организации, которые также находятся под угрозой, Но за счет того, что на сегодняшний день есть такие кольца по тому же самому случаю, например, Олега Сенцова и Надежды Савченко, мы видим, что это самое эффективное для того, чтобы вытащить всех остальных. Вот создавая кольца защиты в самой России, и важно очень именно мнение российских правозащитников, СМИ, адвокатов и активистов, которые выходят рискуя своей жизнью, свободой на протесты, даже единичные, это крайне важно для того, чтобы европейское сообщество, международная общественность, неважно Япония, Австралия, Канада или США, они понимали, что вы с этим не согласны и что эти кейсы действительно политически мотивированы. Это далеко не настолько очевидно для европейских партнеров. Особенно должно пройти полгода-год иногда, для того, чтобы они это осознали. А в это время очень часто человека здоровье подрывается уже бесконечным образом, чтобы потом освободить его, когда его уже, например, обвинили и осудили на долгосрочные сроки, или выслали на Колумбу, в Татарстан и вообще на самую крайнюю часть Северной Сибири, держат в изоляции, тогда уже очень поздно человеческая жизнь практически уничтожена. Поэтому крайне важно сотрудничество и выстроение этого кольца, и ваше же строительство мостов, предоставление информации международным организациям. Мы готовы быть таким мостом, мы готовы вас поддерживать в данном случае, и очень бы рассчитывали на дальнейшее сотрудничество. Еще раз выражаю благодарность за то, что уже сейчас сделано. И я хотела бы еще с вашего разрешения обратить внимание на, как минимум, 4 кейса, которые на сегодняшний день практически не существуют в информационном пространстве, а их состояние здоровья является очень критическим. Прежде всего, это дело Станислава Плыха, я уже упоминала его, это чеченское дело, и он находится в городе Грозен. Геннадий Афанасьев, это один из участников так называемых крымских террористов, который в конечном итоге во время судебного процесса, который уже был властным, был в состоянии сказать о том, что он дал все показания против себя и своих коллег исключительно под ужасными пытками. И вот для того, чтобы его наказать, публично наказать, чтобы все остальные боялись что-либо сделать в таком духе, его сослали как можно дальше, и ему не отказывают абсолютно медицинской помощи, к нему практически нет никаких контактов. И вот если бы мы не имели, по сути, информации со стороны ОНК, и с той сети как раз-таки специальной структуры, которая позволяет войти в места заключения и получить информацию, то у нас бы не было вообще никакой обратной связи. Потом очень важное дело является Юрия Солошенко, он уже был тоже вспомненный через Сергея Давидиса, так называемый шпион, которому 74 года, он в очень тяжелом состоянии физическом, якобы он должен вывести секретное военное оружие с территории России в Украину, а это единственная, так на самом деле, его связь с Украиной, родственниками, и он просто общался со своим сыном. Но ужас заключается в том, что в результате всех этих чудовищных условий содержания, давления на него, у него сегодняшний день, последняя информация, которую мы получили от Зои Световой, что у него даже на сегодняшний день онкозаболевания, у него огромные проблемы с сердцем, поэтому каждое описание, каждые акции протеста, каждое ваше письмо к нему, каждое упоминание его дела с требованием освободить, хотя бы минимальная поддержка для него, это минимальная возможность для нас дальше вытащить эту тему на международный уровень. И, конечно же, очень важное тоже дело есть Александр Костенко, это участник тоже был вспомненный Сергеем Давидисом, у него очень тяжелая ситуация, потому что ему сломали руку во время еще допросов, в конечном итоге ему не оказывают медицинскую помощь, это общая проблема всех 28 заложников Крымля, которые использовали с кейсами для военно-политической пропаганды. И, как результат, у него рука высыхает. Конечно же, доступа никого из международных наблюдателей на сегодняшний день в Крыму, оккупированной, временно оккупированной территории Крыма, нет, и это еще больше усугубляет ситуацию. Я абсолютно согласна, уже подходя к заключению, что для того, чтобы вести... Субтитры создавал DimaTorzok